всем привет друзья сегодня 14 апреля в этом видео я хочу рассказать и показать какие мы работы делаем на пасеке сейчас первые весенние важные работы а также самое интересное я оставил для демонстрации этих работ ту семью которая зимовала именно на сетке на улице ну и думаю это всем интересно как же перезимовала семья в каком она состоянии сейчас тем более она была не очень сильной специально оставил на улице так скажем середнячка ну чтобы для чистоты эксперимента ну и посмотрим сейчас я ее не сокращал никакие работы не проводил ну и теперь будем это делать вместе с вами сейчас про анонсирую то что я буду делать что было понятно в первую очередь мы смотрим наличие кормов ну я уже все семьи прошел на пасеке я убедился что кормов семьях достаточно далее мы сократили гнезда по силе семей то есть немного поджимаем посмотрим естественно наличие расплода матку целенаправленно не ищем ну давайте все по порядку открываю семью напоминаю эта семья зимовала на улице есть цикл видео от осени и в середине зимовки также я видео снимал по данной семье так что думаю будет интересно это будет заключающее видео и посмотрим в каком состоянии семья вот она в таком же состоянии то есть я не сокращал ее не смотрел только визуально смотрел хлёд пчел облёт то есть я убедился что она живая ну и вместе сейчас посмотрим состоянии семьи внутри ну визуально пчелы во всех улочках но это конечно же ни о чем не говорит то что они во всех улочках нужно смотреть степень апсидки пчелами рамок и по итогам принимать решение сокращать или нет сейчас хорошая погода единственно дует ветерок но я думаю нам сильно не помешает у меня диафрагмы стоят с обоих сторон вы по сезону они будут убираться то есть в течение сезона доходит до того что диафрагма либо нет либо одна с краю но здесь вот медовая рамка вот такая рамка меня не особо устраивает так что я всего скорее вынесу ее за перегородку смотрим далее здесь также рамка медовая ну также корм есть печатный и открытый корм мед кстати по поведению данной семьи я уже на 99 процентов уверен что матка там есть ну здесь также медовая рамка кстати кормов я считаю что нормальное количество учитывая то что зимовали пчелы на улице и зимовка была ну скажем так суровой я хочу дойти до печатного расплода или до открытого пчелы обустраивают гнездо ну и стаскивают себе корм туда куда им нужно пока расплода я не вижу пчелы позволяют работать даже без домаря но друзья я дошел до печатного расплода на этой рамке его небольшие площади но он мог и выйти также открытый расплод яйца личинки конечно же присутствует но матку я искать целенаправленно не буду если увижу то хорошо если нет то принципе мне это и не надо то есть я убедился что матка тут есть она сеет кстати расплода в семьях которые я смотрел после выноса из зимовника расплода не очень много посмотрим сравним здесь но здесь большие площади открытого расплода вот маточка ходит ну друзья я принципе убедился что корма у этой семьи есть расплод есть я сейчас планирую сократить ее на пару рамок для этого и я должен стряхнуть пчелу вот с этих рамок стряхиваю пчелу столько сколько стряхнется также стряхиваю с этой рамки можно кстати не стряхивать а кто-то делает просто переставляет диафрагму но я стряхиваю пчелы быстрее уходят то есть что я делаю я эти две рамки медовых выношу за диафрагму конечно же нужно посмотреть чтобы был мед на этой рамке печатный мед есть на это и также мед есть в виде печатного и открытого корма но здесь я делаю следующим образом я просто царапаю вот этот мед стамеской можно вилкой ну кстати делаю это не во всех семьях но в которых в гнезде не очень много корма ну как вот здесь в гнезде корма не очень много но это и зимовка на улице то есть в тех семьях которые я вынес из зимовника там ситуация вообще с кормами прекрасная там кормов достаточное количество вот так вот поцарапали мед для чего мы это делаем для того чтобы пчелы перетаскивали активнее его себе в гнездо а для чего мы делаем эту операцию то есть чтобы пчелы перетаскивали мы попутно же сокращаем семью чтобы обеспечить более комфортный температурный режим в гнезде то есть эта задача сокращение ну а то что пчелы будут перетаскивать мед отсюда это будет дополнительная стимуляция пчелиной семьи то есть любой занос корма извне хотя бы из перегородки уже является стимуляцией к развитию к повышению интенсивности червления матки то есть вот так вот две рамки поставленные за перегородку ну не немножко можно распечатать можно не распечатывать как правило пчелы даже не распечатанный мед если хорошая погода они все равно оттуда забирают его то есть вот такую операцию я делаю со всеми семьями оставили мы сколько здесь перегородка теплая 1 2 3 4 5 на 6 рамках я эту семью оставил хочу сказать что некоторые семьи я оставляю на 6 некоторые сокращаю до 4 отводки прошлого года то здесь зависит от силы семьи можно было конечно еще бы рамку отсюда убрать но здесь я увидел что в гнезде где расплод находится открытой не очень много корма поэтому я оставил им ну принципе семья сейчас обещают тепло и она конечно же справится с обогревом расплоды ну вот такие работы мы проводим сейчас на пасеке уже всю пасеку прошли просто сокращаем смотрим расплод наличие расплода главное узнать о наличии матки плодной в семье и сократить гнездо ну сокращать гнездо конечно же я не могу дать рекомендации на сколько рамок это конечно же зависит от силы семьи ну как правило я сокращаю на 2 на 3 рамки 2 3 рамки я убираю за перегородку и так вот бывает царапаю печатку чтобы пчелы быстрее переносили мед к себе в гнездо ну с этой семьей как минимум я к ней неделю не подойду смысла ее беспокоить нет через неделю посмотрим наличие кормов ну и это же конечно зависит от погоды вдруг будет хорошая погода будет нектар с ивы у нас много и вы вербы ну это тоже эти факторы конечно же пчеловод должен все учитывать давайте друзья подведем итоги о зимовке данной семьи я считаю что зимовка на сетчатом дне как минимум меня удивило потрясающий результат никакой плесени корма остались вполне в приличном количестве вот так что друзья вот такой результат зимовки на сетке кому интересно посмотреть весь цикл зимовки данной семьи я предлагаю на нашем канале этот цикл весь посмотреть все это снято не просто так снимал я для того чтобы помочь пчеловодам какие-то свои сомнения может быть кто-то развеять кто-то убедиться что все четыре дно это большой плюс ну хотя я и не против глухого дна просто нужно приноровиться зимовать но на сетке я думаю не просто так люди переходят сейчас на сетку это прекрасное решение для зимовки ну и для лета это такое же прекрасное решение потому что пчелы не перегреваются в уле меньше роение риск все факты говорят в пользу сетчатого дна ну и поэтому наш паська постепенно переходит уже практически перешли на сетчатое дно лишь отводки у нас на глухом ну друзья я предлагаю подписаться на наш канал будет много интересного планируется различные эксперименты не в ущерб пчелам а чтобы помочь пчеловодам определиться с методиками пчеловождения определиться с пчелой с ульями и рамками и так далее так что друзья подписывайтесь на канал кто еще не подписан будем делиться своими работами друзья всем удачи я надеюсь у вас пчела перезимовали всем хорошего настроения до новых видео всем пока